Теплое окно У нас есть сельские школы, где в зимний период деревянные окна и форточки даже не открываются, потому что сквозняки все заклеивают. Во-вторых, это дает экономию энергетических ресурсов, потому что с заменой окон на пластиковые в школах и детских садах становится теплее. В этом году на реализацию проекта планируется направить более 100 миллионов рублей. Пока в лидерах держится Южноуральск. Здесь почти 80% работ уже сделано. Полностью обновить окна в школах и детсадах намерены к первому сентября. Своевременно были выделены денежные средства и мы, конечно же, пустили все деньги, которые были выделены на реконструкцию зданий и сооружений образовательных учреждений, потому что это действительно была наболевшая проблема. Я думаю, она существует не только в нашем городе, но и в всей Челябинской области. Впрочем, не всегда рамки проекта позволяют помочь тем, кому это в буквальном смысле жизненно необходимо. Такая ситуация сложилась у Нины Ивановны Федотовой, которой долгие годы приходилось жить со старыми разваливающимися оконными рамами. Нельзя было открыть. Рамы гнилые, выпадывают стекла. Заклеивали все бумагой, тряпками. Но сейчас, я думаю, что мы так не будем. Я надеюсь. Ну, конечно. Я благодарна, не знаю, как. Чем отблагодарить? Остаться в стороне не смог депутат Заксобрания Александр Матавилов. Понимая, что новый проект реализуется только на территориях образовательных учреждений, он принял решение из личных средств – заменить все пять окон в квартире пенсионерки. И теперь осталось решить только проблему с обвалившимся три года назад балконом, который все это время обещали привести в порядок. Или мы заварим это все и сделаем вам какой-то французский балкон. Я говорю, я в России живу, не надо мне французских. Или сделайте мне балкон, как обычный был, или окно. Представители регионального оператора капитального ремонта заверили. Уже на этой неделе к Нине Ивановне придут замерщики, а до конца месяца у пенсионерки появится новое окно. Анастасия Мельникова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.